Привет, YouTube! С вами снова Ольга Саракина и в этом видео покажу вам свои супер-быстрые зарисовки в самом маленьком скетчбуке, который у меня когда-либо был. Это вот такой вот Мелискиновский, все скетчи почти в нем я нарисовала линерами, иногда добавляла маркеры. И давайте с конца в начало, как я люблю. Открывают скетчбук вот такие тихвинские зарисовки. В июне я провела месяц целый, целый июнь провела в Петербурге. И вот удалось мне на такие небольшие зарисовки выехать, пока гуляла по городу, по Петербургу моему любимому, тоже канал Грибоедова успела зарисовать. Также брала этот скетчбук даже в русский музей, это с выставки Петрова-Водкина. Она, по-моему, еще все лето будет идти, так что если вы сейчас смотрите летом 2018-го, то обязательно сходите. Брала скетчбук благодаря его размерам даже в театр, в филармонии, в соборе даже умудрилась порисовать. Вот еще филармония, как вы видите, у меня здесь все намешано и перемешано в таком хаотичном порядке. Для этого скетчбуки ей нужны, чтобы собирать такие, знаете, самые-самые моменты. Некоторые даже не дорисованы, это уже, кстати, Даня, Тиволи, в парке развлечений, там был такой джазовый концерт. Карандашный набросок дворца датского, вот по ресторанам зарисовки пошли, вы можете подумать, что я постоянно сижу по ресторанам. На самом деле, я просто постоянно рисую, пока жду какой-то заказ. Также в Даню прилетели лебеди, такие красавцы, они улетают на зиму и в мае возвращаются. Это Розенборг, вид из парка, королевского парка Розенборг, тоже датские фасады, прекрасные, невероятно, все в таком кирпиче, красный, знаете, очень живописный. Попадаются совсем крошечные маленькие домики, вот этот действительно был такого желтого цвета, я не могла не остановиться, хотя там, кстати, куда-то опаздывала и зарисовала его. А это я записывала с фестиваля по архитектуре, там была серия лекций, так что я вот тут такого дяденьку китайского архитектора зарисовала, пока он рассказывал про проблемы архитектуры в Китае. Опять же, рестораны, рестораны, пошли также велосипеды, куда ожидание без велосипедов, это был просто чудесный солнечный жаркий денек, у меня там даже нос сгорел, пока я рисовала. Этот недоделанный скетч, не успела, я надо было бежать. Вот такие вот оброски, зарисовки, довольно быстро заполняются такие маленькие скетчбуки, потому что всегда они под рукой, очень вам рекомендую этот прием использовать. Это действительно прием, купить самый маленький скетчбук и брать его всегда везде с собой, постоянно вы заметите, что вы начнете рисовать намного чаще. Вот, например, как эти в аэропорту Дубае, пока я ждала самолета в Данию, я успела поделать зарисовки, вот это тоже все аэропорт Дубае, представляете? Так, и какие-то незаконченные скетчи, а это уже Новая Зеландия в апреле, да, то есть мы такое путешествие по времени назад, это с моих классов танцевальных. Я успевала до начала своего занятия бурлеском подрисовывать, по-моему, зумбу называется этот танец, этот класс, который перед моим бурлеском идут. Также в Новой Зеландии фантастической красоты деревья. И да, кстати, в конце этого видео вас ждет сюрприз, я вам дам мой бесплатный ресурс, один очень полезный, тоже наброски, это, кстати, из Старбакса, какие-то записи, да, знаете, такой скетчбук подо все, это тоже вид Новая Зеландия. И вот последнее, сюда даже успела моя Италия в июле попасть, вот недавно я буквально на днях вернулась из Дании, ой, из Италии. И, друзья, в конце этого видео вас я хочу пригласить на мой бесплатный, совершенно бесплатный марафон по городскому скетчингу акварелью. Смотрите ссылочку внизу в описании под этим видео, ставьте видео лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, жду ваших комментариев, пока-пока!